После дамы экспедиции «Сапфир» 30 лет спустя в Новочебокстарском музее истории и краеведения открылась выставка с необычным названием. Один из участников той давней экспедиции – наш земляк, историк, археолог Александр Соколов. Восток – дело тонкое. Над его тайнами и загадками ломают головы величайшие умы. Еще в 921-922 годах известный древний деятель Ахмед Ибн Фадван написал книгу о путешествии через тысячи племен. Его записки прошли проверку временем и даже сейчас считаются масштабным историческим трудом. По серебряному пути Ибн Фадвана в 1989 году состоялся уникальный научный поход. Из города Булгар на двух машинах КАМАЗ экспедиция из 15 человек двинулась в путь. Среди молодых ученых-этнографов, археологов из Ленинграда, Казани, Уфы и Ашкабата был и наш земляк. Калейдоскоп тех событий и встреч оставил у Александра Соколова неизгладимое впечатление. Ленинградская была экспедиция Института этнографии Академии наук СССР, которые решили проверить, действительно ли Ахмед Ибн Фадван был на Волге и правда лишил от него все книги, что сказано, соответствуют действительности. Я археолог с большим стажем, преподавал историю страны Азиапии, мне это самому интересно было. Сафир в переводе с арабского означает посол. Одна из последних всесоюзных экспедиций по Средней Азии заняла три месяца. За это время путешественникам пришлось увидеть столько удивительного, что ни в сказке сказать, ни пером описать. В этих книгах присутствует и то, что когда он прибыл в Болгаре, он увидел, что джинны дерутся на небе каждый вечер. Это северное сияние. Поразили вот такие места меня особенно. Это, ну вот здесь нет на фотографии. Это озеро подземное Бахарден. Сто километров не доезжая Ашхабада, а спускаешься под землю. И там такое огромное озеро, температура воды 38 градусов. Бухара очень понравилась. Понравился Ашхабад, где люди... Я увидел, что там все женщины ходят в национальных одеждах. Уникальные фотоснимки с экспедицией национальной костюмы и предметы быта культуры среднеазиатских народов и народов по Волжье. 90% экспонатов из фондов Чуварского национального музея. Благодаря чему выставка получилась объемная и живая. Она создает такой трамплин в изучении культуры среднеазиатских народов, мусульманских народов по Волжье. Мы ее сопровождаем наглядным видеоматериалом, интерактивом. Среди всех экспонатов, которые привез этнограф с собой, есть особенно ценный предмет. Это так называемая плинфа, по-другому пластичный кирпич. Историк утверждает, что это XI век. На нем особая подпись, отпечаток чьей-то руки. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.